Всем привет! С вами Таня Старикова, и недавно я умирала от восторга на концерте певицы Маруф. И вчера мне сказали, что можно взять у нее интервью, а вечером мы пойдем пить шампанское на девичник Вритц Карлтон. Короче, я не знаю, на какой стадии опьянения мы будем к концу этого видео. Но пока мы едем в офис лейбла Уорнер, чтобы с ней встретиться в первый раз. Осталось только найти его в этом логичном городе. Ой, прости, пожалуйста, а как подойти до наставнического переулка? Тебе до того здания и направо. А, спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Никогда, нигде, чтобы я знала, куда мне нужно и где что находится. Каждая улица, каждый город, пожалуйста. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok То есть можно забить поиск в штативы и посмотреть цены на эти штативы в разных магазинах. И тут же можно посмотреть отзывы на организации и прокладывать маршрут в навигаторе оффлайн, без интернета вообще. И благодаря этому мы сейчас пришли все-таки к студии, где мы прямо сейчас будем снимать интервью с Маруф. Подожди, это же не твоя песня. Это моя песня. Перед нами стоит певица, хиты которой знает весь мир, а мы ее не знаем. Дураки хлопаем. Здесь тоже ставлю запись. Потрясающе! Я хотела хлопнуть. Давай начнем в хронологической последовательности, потому что мне про тебя интересно примерно все. Ты участвовала в X-Factor в украинском и в голосе. Да. Меня зовут Анна Корсун. Сейчас собирать кто? Пидо. Далее. Скажи мне, пожалуйста, что полезнее, когда судьи говорят да или когда судьи говорят нет? Солушка, я думаю, что не в этом году. Я думаю не в этом. Я признаю твой талант и я считаю, что тебе нужно рвать и метать. Да не честно, мне постоянно так делают, говорят. Из-за того, что я стремлюсь и делаю, не просто сижу и падаю на то, что я такая бедная, несчастная, я девочка, я хочу стать звездой, но у меня ничего не получается. Мне постоянно говорят, ты сильная, вали, делай сама. Анька, ты все сделаешь со мной. Все. Спасибо тебе огромное. Блин, ну знаешь, для кого как? Для меня, когда мне в какой-то определенный момент говорят нет. Потому что для меня это, наоборот, такой стимул, мотивация, пинок под зад, доказать, сделать круче. Тут, короче, две такие штуки. Если все всегда классно, то это неинтересно, ну и ты просто не ценишь там те вещи, которые тебе там по жизни достаются, да, если ты там сразу, там, быстро становишься популярной, тебе все легко идет в руки, ты просто потом этого не ценишь. Вот, и второе, это то, что... Блин, я забыла, что хотела. Вот так вот со всеми умными мыслями в моей жизни происходит. Вот эти вот неудачи, это отличные сценарии для песен. А, да. И для климов. Извиняюсь за свое невежество, но Маруф, правильно, это прозвища? Да, да. Я тебя знаю только как Маруф, какое твое имя вообще? Аня, меня зовут Аня, да. Все, прекрасно. Ну, все, с вами Маруф. Я когда-то, естественно, это творческие муки, когда-то думала, как тебя обозвать. Аня мне интересно. Потом у меня вот Анна Корсун, это, получается, такой псевдоним некое время был, да? Моя фамилия настоящая, вообще ужасная. Вот. Ну, скажи, иди. И я вот думала, как назваться. Есть в украинской мифологии Мара. Это, в общем, существо, как я потом погуляла, собственно. Я просто думала, это что-то типа русалкиш, наверное, что-то красивое. Вот. Но оказалось, что это демон, который приходит к мужикам ночью, их насилует и душит. Класс! 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 И так далее. Поэтому... Это тоже. Находили что-то. Спасибо, merci. Потому что женщина без маникюра, поэтому вечно в перчатках. Блин, это мой вайфхак. Да. Я уже чувствую, как я смотрю с этим взглядом. Бейч. Без маникюра показала руки. А у меня еще теперь новая какая-то вот эта вот головой, я вообще не понимаю. У меня тоже волосы отросли немного, и теперь можно... Ну что делать теперь? Тихо, ну видно, в стриптизе там в клубе работало. Я просто еще учусь фреймом, стрипом занимаюсь. Мы даже девочки, россиянки придумали это направление танца. Оп, да, и обратно. Тянулась назад. Можешь потянуться. Вот. Вот. Ниже садись в плен. Вот. Просто, если я делаю даже вот так, во-первых, убиваю людей вокруг, во-вторых, мне очень больно, потому что... Третье, главное, короче, чтоб грыжа не вылетела. И поэтому... Главное в сексуальном танце, чтобы грыжа не вылетела. Вот этот акцент, я извиняюсь, он такой обаяцем. Я теперь не могу. Ты из Киева, да? Ну, уже да, из Киева. Как мы все уже, видимо, из Москвы. У меня стандартная ситуация, как у всех музыкантов, что нищебродствовала, нищебродствовала, бац, написала хорошую песню. Ну, короче, мы здесь все собрались очень одинаковые. Короче, секс-фактор и вот всех этих веселых историй в твоей жизни прошло буквально, типа, лет пять? Ну, шесть, наверное, вот так вот. Офигеть. И у тебя сейчас уже выходит еще один EP, который называется Hellcat Story. Расскажи, пожалуйста, про него из первых уст. В чем вдохновение, в чем концепт, в чем прикол. Давай. В общем, фишка в чем этого EP? Что это музыкальный сериал. То есть, чтобы услышать, чем все закончится, вам нужно послушать все трыканы. И посмотреть все клипы. Все трыканы. Интересно, почему тебя называют Кейстоунер в юбке? Интересно. Не знаю. И мы, короче, проезжаем на район, выплевываемся с машины и... Что? А можно словарь Ожегова? Подожди, ты плюнул в нее? Раньше времени... Можно переводчика сюда? Так, что там с трыканами? У меня была записана про вот одну книгу, которую я прочитала, единственную, которую я прочитала в школе. В жизни. Их три была, да. Книга называется «В неделю рано зелья копала», на русском «В воскресенье рано утром зелья варила». Вот так вот. Это такой фольк украинский. Там был прикольный сюжет, и она мне очень понравилась, наверное, потому что это единственная книжка, которую я прочитала в школе. Возможно, мне бы еще какие-то понравились. И всех лучшая. По мотивам вот этой книги на свой лад интерпретировать, добавив щепотку фэшн, щепотку мистики. Латекса. Латекса. И, в общем, по этим мотивам снять музыкальный сериал. Вот так вот сделать. Первый клипчик, который вот уже вышел на днях. «To be mine». Это такие, короче, это типа Ивана Купала у меня такое. Вот. В общем, там вот эта главная моя героиня гадает, призывает к себе суженного ряженого. Даже книжечка, даже название песенки «To be mine», «Будь ты будешь моим». И там вот есть такая прекрасная фразочка на испанском, протуальском, в общем, на каком-то латиноамериканском языке. Да, она мне очень понравилась. «Las estrellas iluminan en el cielo, pero no las sigas siga mi voz». В общем, «Звезды светят ночью, но ты не следуй за ними, следуй за моим голосом». Вторая песенка называется «Don't stop», она выйдет 15-го числа. Эта песенка у меня такие, в общем, тусовочка там, «Вы черните», да? Там, в общем, этой тусовочке она наконец-то встречает своего суженного ряженого. Третья песенка, называется она «Don't you waste my time». Сука, возьми трубку. Бля! А у пацанчика там, оказывается, тёлочка была. И он мутил с двумя. Мы там такие, короче, все зебры с девочками, а он замутил с леопардицей. В общем, он изменил мне с леопардицей. И последняя, последняя песня, самая важная, называется она «If you want her». Это про женскую месть. В общем, ничто не сходит с рук просто так. В общем, она решила сводить зелье, чтобы он выпил и забыл от ее чувихи и опять вернулся к ней. Но не подрассчитала, его отравила. и потом сама с горя утопылась. Вот. Дорогу щенкам сейчас, причем мы с Кубидом включимся в этой истории. То есть и текст твой, и музыка твой, и ранжевки твой? Ну, мне правят тексты, потому что я знаю английский, но они достаточно хорошие как ты. Я просто смотрю свой интервью там на красной дорожке на BMA, и слушаю настолько ошибок, вообще именно, типа суть была, но реально там все смешалось, кони, люди, дит, хвост, дух, fascinated unchew merit, в общем все было. У нас, получается, они очень слышат у меня акцент, а вот иностранцы все равно слышат у меня наличие акцента, и говорят, боже, ты так сексуально. тёлка, высокая, в латексе, ещё и с русским акцентом, и типа, что-то там прикольно так коверкает слова, то есть это наоборот класс. Вот, поэтому решила акценты до конца не править, хай остаётся. А ещё хай остаётся. Слушай, ещё какая штука, которую не могу не спросить у тебя, я могу тебя поздравить с новой наградой, MTV EMA. Спасибо. И как обычно в этом году, супер победа и супер сразу на тебя обвалилась. После победы этой песни Маруф на украинском отборе на Евровидение долго не стихали аплодисменты, но ещё дольше на сцене продолжалась политическая полемика. А как этот ваш патриотизм всё-таки согласуется с вашими гастролями в России? Видите? Краймия is Ukraine. Ukraine of Greece. И в первую очередь это song contest, а не политические выборы и так далее, и тому подобное. И казалось бы, есть несколько поводов для радости. Помимо того, что пригласили в Испанию как лучшую артистку по версии MTV Russia, так прилично обогнала конкурент. Устроили форменную истерику вокруг награждения звезды премии популярного музыкального телеканала. Выступала за Россию украинская спевачка Маруф. На сайте MTV это записано всё как Best Russian Act, а на самом деле... Её ещё три года назад переименовали как Best MTV Russia Act. И когда объявляли, когда я выходила получать награду, в общем, её тоже объявили как Best MTV Russia Act. То есть её не объявили как Best Russian Act. У нас же только прицепиться, обострать и что-то ляпнуть. Короче, это была награда за лучший артист по версии MTV Russia. По версии MTV Russia, да. Это за эту награду. Что вообще происходит внутри в этом моменте? Как из этого выйти? Ну, первый раз, конечно, были там моменты паники и такого недоумения. Но уже когда ты один раз такой получаешь, второй, то третий раз ты уже вырабатываешь иммунитет. Поэтому к хейту ты к этому относишься просто по-другому. Ну и даже не столько хейта было, сколько, наверное, со стороны СМИ больше было всяких перевираний фактов, перекручиваний, накручиваний и так далее. Но это, блин, это... Работа. Это журналисты, они так любят. Но ты, кстати, очень так им строго и аргументированно отвечаешь. Это шлакоблочина включается в процесс диалога? Не знаю даже. Ну, хорошо, хоть еще там это по бубну не дала им. Если кто не знает, у Маруф есть три альтер-эго. Да. Маруф, собственно, с которым мы сейчас разговариваем. Шлакоблочина, которую мы, видимо, возможно, увидим на девичнике. Очень скоро уже увидим. И на девичнике так вообще-то угодно. И это твои влоги так называются? Это типа твоя альтер-эго, которая по жизни. Да? Ну, как бы, реально true такая... Ну ты, сука, Саша. Если бы я сидела в зале, я бы бухала постоянно, потому что столько разговоров и мало шумов. И шарлатуу туту у меня есть. Это очень нежное создание. А набудут песни какие-то, например? Да, уже есть. Она записывала треков, помимо вот Кмаруф, на шлакоблочину, уже на шарлатуу туту. Теперь думаю, хочешь сейчас быстрее их выложить. То есть, ну не хочется ждать капец именно, хочется прям все сразу выкинуть. Ну, так нельзя. А можно еще вопрос, что такое шлакоблочина? Это какое-то придуманное слово или это существующее слово? Это, наверное, придуманное слово, но просто я помню даже, как оно у меня родилось. Мы в Одессе, у нас был какой-то корпорат, мы с девками сидели в машине, потому что была конченная гримерка в ресторане. И что-то мы сидели, гнались чего-то постоянно, там что-то копировали, какой-то рэпчик сочиняли, такой, ну, абсолютно дебильный. Вот. И я, не знаю, посмотрела на бордюр, и почему-то он мне просоцируется со шлакоблоком, а потом шлакоблочина, и как-то, в общем, нелогичная, логичная цепочка в моем мозгу сложилась как-то вот так. И я как-то ляпнула, мы начали с девками ржать, и она вот так вот прицепилась, и все. Ты дралась? Ну, конечно. В школе? Я была сильнее всех, потому что я на борьбу ходила. Шопат! Серьезно? Ты ходила на борьбу? Не приготавливала. У меня папа воздим с этой бутылки? А, нет. И ты до сих пор что-то помнишь из этого или нет? Ну, я хорошо помню, короче, про самооборону, то, что батя учил. То есть, когда нужно в первую очередь бить, вот, и как правильно бить. Ну, это не всегда можно, да. Ну, как-то подбородок, глаза, глаза, пальцами, да, ты тоже отлично выдавил глаза, это лучше всего. А, помоги туда этими пальцами, Давай, зашли, сейчас подожди. Уроки от Мару по самообороне. Как насиловать и душить мужиков? Немножко вот так вот, с плачка выставляешь пальчик, и вот так вот, вызмаку в ухо. Вот, это... Подожди, Анечка. Очень... Давай. Раз, два, три. Смешно. Вот так вот немножко выставляешь... Я думала, я пришла на предпоказ каньки, нового какого-то клипа, альбома. Ну, на самом деле, она здесь проводит курсы самообороны. Аня, ну-ка, давай. Что, мы выставляем вот так вот пальчик немножко, и хорошо с отмаши бьем в ухо, а лучше по двум ушам. И что происходит в этом? В этот момент происходит, вы просто огнушаете противника, у него может даже лопнуть барабанная перепонка, становится дико больно, и у вас есть время сгибаться, или его добить. Или, значит, лутю душить. Я боюсь спросить, а у нас будет практика какая-то сейчас? Да. Ты, кстати, сказал сразу про анонс огромного количества планов. Я тебе хотела спросить про еще один. Ты говорила, что у тебя есть план на социальные проекты. Это реально мусороперерабатывающий завод? Да, это надо еще бабла заработать на это, но вообще да. Как происходит процесс? Продвигается? Продвигается процесс. Я думаю, что года через два у меня реально будет все для этого. Но еще очень важна, конечно, законодательная база в стране, потому что без этого никуда. Это же вообще мусороперерабатывающая тема, это же огромная мафия. То есть там, ну, типа вообще туда тяжело влиться. Вот, и там мало кто интересуется про экологию. Я прям представляю себе вот это вот свещание какое-то, ну, олигарху мусороперерабатывающую, и Мару такая заходит. Так, суки! Где моя земля? Где забот? Быстро! Мне кажется, так надо сразу в парламент просто прийти, тогда сразу будет законодательство. Не, ну, я надеюсь, что на основном президенте вообще все поменяется в лучшую сторону. Тем более, что уже сознание просто у обычных людей начало меняться в ту сторону, что нужно там заботиться о природе, как-то думать о каких-то, ну, способах переработки мусора, вот, и о том, что как бы не стоит только думать сегодняшним днем, что здесь через 10 лет нужно понимать, что как оно будет все. Поэтому мне кажется, что мы к этому очень близимся. И так занятно, как в тебе это все вместе вживается в одном человеке. Мы, когда первый раз тебя увидела лично, это было в Нижнем, как раз 31 октября, ты там выступала, была одним из фейнлайнеров, а я как бы это вела, и я тебя видела, по факту, из-за кулис на расстоянии 3 метров, мой соведущий сказал, что он не может это смотреть. Почему? И ушел в гримерку, потому что он резко раскраснился. И ушел. Вот как Антон, например, сейчас примерно. А я всерьез задумалась над тем, чтобы сменить сексуальную ориентацию. Нормально, нормально. Почему нет? Как ты научился этому взгляду, как ты научился этим движением, этой сексуальности? Дай мне мастер-класс! Взгляду сейчас, подожди, это типа взгляд, уровень, это пафос называется. Вот, сейчас уже смотри, ты уже близишься, да. Я близюсь. Тут, понимаешь, тут главное, Так, давай. Тут главное максимально включить серьезку к этому. То есть, я не играю, а я именно в этом живу. И тогда все получится. То есть, я в этом живу. Я в этом живу. Я, что-то возьми, такая всегда. Где парламент, я понимаю, вот сейчас? Почему он никак не видит? Хочешь, иди и спи со своей Мару, иди, давай. Да что ты такое мелишь? Она не согласится. Можешь, пожалуйста, очень жарко. Как ты вообще живешь? Я лично потею, реально. Хожу за там мокрой кисонькой. Мокренькая. Мокренькая кисонька. Я тебя всему Маруф научила. Ну вообще, просто это из каждой девочки. Ну и у всех свое просто. Понимаешь, ну кто-то там агрессивно-сексуальный, кто-то милосексуальный, кто-то интеллигентно-сексуальный и так далее. Ну типа, зависит от темперамента, мне кажется, и это ощущение себя. Тут важно просто не стесняться и все. То есть, как только ты себя где-то там закрепощаешь, тебе за что-то становится стыдно, то тогда или ты где-то думаешь, или сильно переживаешь, за что скажут люди вокруг там, то все. Тогда это сразу замыкается. Как только ты реально органично отпускаешь мозги и просто именно делаешь то, что тебе нравится, то все сразу становится на свои места. И даже можно посмотреть на многих женщин, которые считаются суперсексуальными иконами стиля, супергорячими. Они часто не самые красивые, как в привычном понимании, красоты. Часто там они танцуют иногда не очень прикольно, то есть, как-то угловато. Но из-за того, что они любят себя в этом, из-за того, что они себя в этом принимают и не стесняются того, как они себя ведут, то из-за этого все люди смотрят и думают, блин, классно, как круто. И на это просто на вот такую именно гармоничность хочется смотреть. А когда ты типа себя выдавливаешь, выжимаешь или делаешь это с долей неуверенности, скажем так, а вдруг, ну ладно, она сделала, но через чур ли было, тогда это, короче, не работает. Короче, как говорил, классик, не надо стесняться. Да, да. И все. Ваня Дорн, как мы говорим. Может, записывала уже под два три цитата, ничего не знаю. на телах хотя смотреть кто? Все. в основном это мужской пол. Ну ладно, на девочек очень приятно смотреть девочкам тоже. Мне приятнее смотреть на мальчиков, например. Вот так же сделай с пацанами. Просто, я не знаю, трэш какой-нибудь с пацанами. Это вообще будет. Слушай, а это не будет уже слишком сексуально? Слушай, ну вообще посмотрим, что у нас ждет на девичнике. Я так догадываюсь, что мы там потанцуем еще? Конечно потанцуем. Добрый вечер. Ты сейчас показала, как будто мы не только потанцуем еще по нему. Не знаю. Жень, что у нас там будет на девичнике? Мы там потанцуем. А вы, кстати, с Женей работали раньше? Мы так не танцуем. Все нормально. Мы же работали раньше, Вот, мы проработали. А кем ты был? Я был промоушен на Нживорна, и, соответственно, ну... Он был лучший Женей из всех Жень. Сейчас мы вам покажем лучшего Жене из всех Жень. Он познакомил нас с Жесиным Дором, который потом лайкал моего мужа. Да, да, есть фотография, это была премия Мастер В. Так это ты познакомил вас с Жесиным Дором? Да, да. Это Женя, ну там полголовы обрезал, вот он такой. Я существую в полной версии. И ты мне, по-моему, рассказывал при первом нашем знакомстве, что ты был замешан в вечернем Урганте, в том, как Аня... Ну не хотели, не хотели очень долго Ургант... Не ценил. Ну там очень много людей было задействовано. Очень много людей было задействовано в итоге, чтобы туда попасть, да, это факт. Встречайте, Маруф. Ну, на протяжении года, когда вышла первая песня, ну, с которой мы начали работать, мы туда долго не могли попасть, говорили, да ну, это певичка одного трека, вообще неинтересно, да, она поёт свою драк-группу и все забудут про неё. Вот так вот. Это в очередной раз, знаешь, когда сказали нет, и ты такая... Да. Таня, куда отправляемся с Таней? Мы отправляемся с Таней подарок. У меня просто есть мерч, который мне кажется, что это уже идет. Так как, основная как бы тема мерча это ирония, то у нас на всем написано, что это очень модно, честно, понимаешь? Обалдеть, шаг. Супер. У меня, кстати, нет, 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 и мы спустили язычку. Увелирочка? Да. Цацки. А у нас еще щас там на фоне? Цацки. Пецки. Кто ты? Доктор Сил. Это еще Дальтер Экс? Вот можно. Ну все, шарф продали, Таня, едем дальше. Это, кстати, последний желтый шарф, таких больше нет. Последний, теперь у Мары. Как у Сережи Мезенцева? У Мезенцева зеленый. А, да? Это чья проблема? Это чья проблема? Я не очень понимаю, что сейчас конкретно происходит. Девчонки идут отдыхать, дальше врываться, а я, как скучное говно, еду собирать чемодан. А сколько тебе завтра рано вставать? Мне в 4 утра вылет, поэтому я сейчас поеду, как раз спукую чемоданчик в гостишке. Когда ты спишь? Я сплю в самолет. Не, я, как бы, на самом деле, я с следующего года очень пересмотрю свой график, потому что в этом году у меня было несколько неприятных инцидентов, когда мне было очень плохо становилось, прям серьезно, очень плохо, поэтому с этим не шутят, я поэтому не шути с этим, разгружу свои графики. Да, потому что мертвая моя рука не сексуальна. Вообще! Короче, дружище, мы вообще в фокусе, я вообще, я не в фокусе максимально уже 2 дня. Нет, мы в фокусе, все окей. Короче, я восхищена тем, насколько много личности игра не живет в тебе, это очень круто. Может, я тоже, как в фильме, так какого стекло, поняла? Да у тебя типа 38 личностей. 38 личностей. Пока, девчонки, мы типа не пришли. Мы пошли, мы пошли куда-то. Будьте осторожны. Перед тем, как мотылять головой, разогрейте мышцы. Ставьте колокольчики. Не мотылять. Все, класс. Правила жизни, с вами рыжу. Сквально. Спасибо тебе огромное. Бэнк.